Субтитры создавал DimaTorzok Здрасте. Скажите, а это и есть Новый Ледовый дворец хоккейного клуба «Медведи»? Совершенно верно. Вот видишь, какую красоту за полгода отгрохали. Другие олигархи себе острова, яхты покупают. Монаш Калинин молодец. Вон какой подарок для своей команды сделал. А ты чего хотел-то? Меня зовут Евгений Царев, я на просмотр приехал. Где главного тренера найти? Ну, значит, заходишь внутрь, по коридору направо. Спасибо. Да не за что. Удачи! Оль, привет! Ну как ты? Все хорошо, спасибо. Оль, ты меня извини, я б тебя не торопил, но меня самого торопят. Завтра статья о команде должна висеть на официальном сайте МХЛ. А я все поняла, я сделаю. Точно хорошо, если вы чувствуете? Точно, точно, я все сделаю. Я хоккеистов в них не вижу, и с такой игрой вы губы раскатали на МХЛ. Я не знаю, свяжете вы свою дальнейшую жизнь с хоккеем или нет, но я пришел сюда, чтобы сделать команду. И я ее сделаю, с вами или без вас. Поздравляю вас, ребята! Я перед Макеевым готов шляпу снять. Парни ведь действительно заиграли и могут прибавить. Ты согласна быть из-за меня замужем? Да. Ну я согласен быть твоим мужем. Я хочу представить вам нового спортивного директора. А мы сегодня контракты подписали, теперь я буду деньги зарабатывать. Если ты, мама, решила на мне как на фигуристке крест поставить, то это не значит, что я сделаю то же самое. Это называется гипертрофическая кардиомиопатия. Если исключить серьезные физические нагрузки, можно дожить до глубокой старости. В Москве скоро пройдет Кубок Вызова. Я в последнее время все чаще прихожу к мыслям, может, и в правду мой человек. Ты что, еще сомневаешься? В общем, из Москвы на вас ордер пришел. Был случай, когда я заявил, что не вижу у вас хоккеистов. Я рад, что я тогда ошибся. Вот это встреча. Стрельцов все время Макеева пытался что-то доказать. В очной встрече Стрельцов сломал Серегу. Я смотрю, ты не изменился. Боюсь, все средства хороши. Так-то вроде любил говорить. Я и сейчас так говорю. Антон, кажется, я беременна. Я буду папой! Активы они не хотят даже. Пуп-пуп на дорогу. Я беременна. Отдайте им этот комбинат. Отдайте. Папа, я хочу, чтобы вы победили. Мы победили. Обязательно победили. Я тебе обещаю. Давайте сегодня сыграем так, чтобы потом каждому из нас не в чем было себя упрекнуть. Кого ты ждешь? Я думал, с командой просмотр будет. Нет. Сегодня один на один. Готов? Готов. Встречаю. Еще раз. Неплохо. Когда в последний раз тренировался? Неделю назад. Теперь ответь мне на один вопрос, только максимально честно. Почему ушел из факела? Физкультурный ваш поступил. И все? Ну да. А что еще? Ничего. Тренировка завтра в 15.00. Сергей Петрович, оу. Так я в медведях или как? Я что-то непонятно сказал? Завтра тренировка в 15.00. Так вот. Папа, ну дай денег, а папа. Андрей, успокойтесь, это невозможно. Парень, ну хоррэ уже, а? А как ты хотел? Семейная жизнь, привыкай! Так, стоп, семейная жизнь начнется только через пять дней. А сейчас мальчишки! Мальчишки! А что, ну программу-то огласишь? Да, еще полчаса катаемся, потом сауна. Кстати, кстати, парни. Мужики, 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 у нас вообще-то послезавтра игра. Ну, значит, пить будет только водитель. Понял. Продолжай нести службу. Спасибо. Яна, позвони Андрею. Зачем у него же мальчишник? Я знаю, что у него мальчишник. Скажи, если они будут превышать скорость прямо на проспекте, денег на свадьбу вам никто не подарит? Почему это не подарит? Да потому что все на штрафы уйдет. Тихо-тихо-тихо, парни, тихо-тихо. Кто там? Невеста звонит. Да, любимая? Кто нарушает? Нет, это поклеп и гнусто инсинуации. Понял. Понял, притормози. Хорошо, целую. Костер, скажи водитель, чтобы потише ехал. Да, хорошо. Доча, честно говоря, даже не знаю, как спросить-то. Пап, ну раз начал, спрашивай. Скажи, а вот в ЗАГСе, когда спросят, какую фамилию ты возьмешь, ты что ответишь? Вообще-то мы с Андреем обсуждали этот вопрос. И? Ну и он не против, чтобы я осталась с Самойловой. Честно? Честно. Это Андришка молодец все-таки. А я? Ух ты, у меня вообще. Пап, здорово, смотри. А то нам действительно на свадьбу денег никто не подарит. Тихо, 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 ты чего? Эй, ты чего там? Что, пацаны, тише. Да, Оль. Что? Мила, не надо скорую, она сейчас будет ехать. Давай, все, целую тебя. Дыши, не переживай только. Давай, все, я сейчас буду. Давай, целую. Антоха, что случилось? Оля, рожает. Нифига тебе. Остановите, пожалуйста. Я таксу поймаю. Да какой таксу? Погоди. Так, парни, все, кроме Антохи, заброт. Как думаешь, успеют? Не каркай, Сеня. Ты понял, это не что, прямо со свадьбы, что ли? Ты как, может, носилки? Да не надо, все в порядке, я могу снимать. Ну, давай, аккуратно. Не, ну, когда на лимузине забирают, это я еще понимаю. Мы что, привозили? Ну, у богатых свои закидоны. Антох, да не парься ты так, все будет тип-то. Срок ей на 23-й ставили сегодня 18-й. Ну, значит, скучно ему там без вас. А кто, мальчик, девочка? Да девочка. Ну, что там? Ложная тревога. Рожать, скорее всего, будем в срок. Плод в норме, лежит правильно. В общем, никаких опасений у меня нет. Единственное, я бы порекомендовал мамочке остаться у нас, мало ли что. О, доктор, пожалуйста, можно я лучше дома? Такой. Ну, что? Ну, я с детства боюсь всех этих больничных запахов. Я тогда точно раньше рожу. Если что, доставим с мигалкой, обещаю. Смотрите, малейший позыв сразу сюда. Все, я понял, спасибо. Вот и хорошо. Все, счастливо. Счастливо. Ну, что, карета еще ждет? Поехали. Всего доброго. До свидания. До свидания. Счастливо, ребята. Андрей, ты извини. За что? Ну, получается, я тебе мальчишника испортил. Наоборот, ты его незабываемым сделала. Поехали, у вас дома отвезут. Здорово, спасибо, Киша. Да нет. Это никуда. Не знаю, наверное, не понравилась наша богадельня. В Москву рожать поехали. Стопудово. Так, Стас, это твоя десятая, по-моему, да? Ага, все верно. Так, ребята, давайте как-то поживее, ну. Давай, шевелись, шевелись, шевелись. Уже стемнело, а вы все еще машину разгрузить не можете. Слушайте, давай как-то аккуратней, пожалуйста, это французский паркет, а не дрова. Кому французский паркет дрова? Кому-то сейчас сто рублей зарплатой станут. Добрый вечер. Добрый. Антон Леонидович, можно вас на секунду? Послушайте, паркета нет и не будет. У нас все под заказ. Вообще-то паркет меня не интересует. Кобрин Кирилл Андреевич, региональная федерация хоккея. А, вот как. Это вместо Казанцева, да? Совершенно верно. У меня к вам деловой разговор. Извините, совершенно у меня нет времени. Я просил аккуратней. Ясно. Я вижу, вам очень нравится досками торговать. Ну что ж, не смей задерживаться. Я пересчитаю, сейчас вернусь. Кирилл Андреевич, Кирилл Андреевич, простите. А о чем вы хотели поговорить с Кирилл? Это очень важный разговор. Очень важный разговор. Да. Короче, у Адипова не спрашиваем, как дела. Ответ пока не родила, на поверхности. Молодой человек, а вы ничего не перепутали? Это вообще раздевалка хоккейного клуба «Медведи». Да я в курсе. Евгений Царев в прошлом сезоне за факел бегал. Теперь на просмотре о «Медведях». Интересно. Андрей Кисляк в прошлом сезоне играл за «Медведей» и тушил ваш факел. Вообще-то, ничья по играм, два-двуха. Да, по ошибам 15-13. В нашу пользу. Егор Щупин. Я тебя знаю, капитан. А я тебя тоже знаю. Это ведь ты в прошлом сезоне 12 из 12 буллитов забил. Лучше показать «Леблиги», между прочим. Ну, я. Повезло парню. Чего это мне повезло-то? А то, что мы с вами ни разу до буллитов не доходили. А то бы наш Бакин подпользовал бы тебе статистику. Сомневаюсь. Серьезно? Сей слыхал? Он сомневается. А ты? Не знаю. Все бывает. Может, прямо сейчас и проверим? А, Царев, по три буллита. Если Бакин хоть один ловит, ты всю команду ведешь в кабак. В кабак? По мороженому купишь. А Бакину двойную порцию. Да не вопрос, пацаны. Веселуха начинается! Или Сеня сдрефил? Чего я сдрефил? Ну, тогда на лед. Погоди. А если я все три забью? Ну, это вряд ли. Уж больно Сеня мороженое ледит. Ладно, мужики, давайте переодеваемся быстрее, пока Макеев не прошу. Ну, че? Все готовы? Погнали! Лихо! Ерунда! Бакин воргнул! Держи! Леня, соберись! Погнали! Пакин! Что? Че творишь, а? Чего? Ты что, позволишь какому-то факелу медведя опозорить? Че с вами сделаю? Все. Отлично! Ну, че, третий контрольный. Так, я не понял. А что здесь происходит? Да ничего страшного, Сергей Петрович. Просто решили пораньше Бакина размять. Даже так. Смотрю, все рвутся в бой. Ну, почему боя нет? Похвально. Давайте, идите все сюда. Ну, че, спас тебя Макеев. Неизвестно, кого он еще спас. Я смотрю, вы уже познакомились с Орелом? И практически побратались. Молодцы. Значит так. Слушаем меня внимательно. Завтра у нас игра с Олимпийцем. Я надеюсь, все об этом помнят? Да. Отлично. Обращаю ваше внимание, что это не просто матч, а матч открытия сезона. Ажиотаж вокруг матча очень серьезный. Так что сегодня земли не будет, только лед. Поехали на раскатку. Сергей Петрович, так я в команде или как? Еще один дурацкий вопрос, и тебя точно в команде не будет. Если я сказал поехали, значит поехали. По свистку ускорение! Ну как они? Вроде ничего. Думаю, будет хуже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, закончили! Идите все сюда. Так, объявляю состав пятерок на завтрашний матч. Первая пятерка. Щукин, Антипов, Кисляк, Пономарев, Андреев. Вторая. Костров, Калоев, Царев, Грибков, Солдатов. Третья. Макарчук, Иванов, Скворцов, Хлебников, Шарипов. В калитке батя. Сергей Петрович, так, Царев же на просмотре. Был на просмотре. Все просмотры закончены. Тебя что-то не устраивает? Да нет, все, отлично. Все, всем спасибо за тренировку. Всем счастливо, до завтра. Ну что, Царев? Поздравляю. Спасибо. Можно просто царь, меня так привычный. Да? А я просто холол. Да ладно, все кисло. Че, Женевка, welcome. Спасибо. Держи краба. Что значит, откуда я взялся? Меня мама сорок лет назад родила. Такой отец вас устроит. Послушайте, завтра на игре будет присутствовать мэр. Вот сами у него и спросите. Да, всего доброго. Так, брат в роли. У вас что, синхронное косоглазие, ла? Ну, правый край, надо выше поднимать. Выше, ну. Алло. А, да-да-да-да-да. Я иду к вам, я уже час жду, да. Ага, ждите. Ну что, как тебе? Ну, что ты скажешь, солидный мужчина. Ну, как тебе рукава? Мне в магазине он больше казался. Мне кажется, через два месяца придется ему его покупать. Значит, купим. А этот он, вашему достраниц. Да, Геннадьевич. Слушай, Серега, может тебе это не интересно, но по дворцу ходит Жилин и раздает команды направо и налево. Какой Жилин? Какой Жилин? Анатолий Леонидович. Ну, вот и я о том же. Здравствуй, муж мой любимый. Привет. Алин. Да. А кто это был? Это Олег. Мой тренер. У него, оказывается, родственники в нашем городе. Значит, тренера зовут Олег. Ну, да. Что тебя удивляет? Ну, обычно у тренера отчество имеется. Да какое отчество? Миша, ему лет тридцать, не больше. И поэтому ты позволяешь ему себя целовать? Подожди, я не поняла. Ты меня и ревнуешь сейчас, что ли? Естественно. У тебя нету повода. Точно? До стопроцентных. Ну, хорошо. Пойдем, Таня? А цветы? Что цветы? Ну, ты же их кому-то нес. А, да. Это тебе. Прости. С приездом. Спасибо. Алло, послушайте меня. Сегодня все должно быть готово. Именно сегодня, да. А я и есть директор. Да, новый. Все, на все про все у вас два часа. До свидания. Добрый день, Анатолий Леонидович. А, добрый, добрый. Уделите мне пару минут. Сергей Петрович, не сейчас, не сейчас. Вы сами понимаете, новый дворец. Открытие сезона не сейчас. Я не займу у вас много времени. Просто ответьте мне на один вопрос. Как за один день вы снова стали спортивным директором Медведей? Стал? Значит, так надо было? Кому? Наверное, руководству клуба. То есть, вы хотите сказать, что ваше назначение – это прямой приказ к Оленину? Сергей Петрович, вы меня извините, у меня совершенно сейчас нет времени. Если вы хотите обсуждать кадровое решение руководства клуба, то добро пожаловать ко мне в кабинет завтра после матча. А сейчас… Извините. Алло. Где вы на крыльце? Стойте там, я сейчас иду. Да, иду. Интересно. Извини, что я до дома не дотерпела. Жуй, жуй. Дома все равно ничего нет. Как? Говорю, что Аркадьевна не накрыла стол? Бабушка в деревню уехала, а папа на заработать. Подожди, а папа-то куда уехал? В Тюмень. Я вчера тебе на мейл прислал сообщение. Извини, у меня вчера вечером была тренировка. Я так вымоталась, что пришла и просто сразу спать рухнула. Понятно. Алина, скажи, пожалуйста, этот тренер твой Олег только тебя целует или всех подряд? Когда это он меня целовал? На перроне. Миш, перестань. Это же по-дружески. Ладно, извини. Я, наверное, очень соскучился, поэтому несу всякий бред. Да ты меня извини. Надо было сразу домой ехать и плевать на пустой холодильник, да? Цветы забирать. Звучит музыка. – Самый добрый день. – Здравствуйте. Вот, знакомьтесь, Бьерн Юханссон, шведский специалист. Я вам о нем рассказывал. – Гуд морень. – Гуд морень. Вот места в Биплужу, лучшие места, прямо посередине, игроки, как на ладони. Выбирай, как говорится, не хочу. – Ну что, пойдемте? – Да. Пойдемте. – О, извините, я догоню. – Конечно. – Алло. – Нехило. Конечно, встретил. Уже практически во дворце. Ну, о чем вы говорите? Естественно, поставлю вас в известность. Да, всего доброго. – Ну что, все надели бабочки? – Какие еще бабочки? – Пятник касательства уже был в Швеции. – Ну, и что? – У нас сегодня будет не просто игра, а целые смотрины. – Ну и? – У нас сегодня на игре будет сам Бьерн Юханссон. – Менеджер по игрокам, который? – Ну, да. Так что у желающих пожрать варенье на родине Карлсона есть шанс. Ну, спасибо. Нас и здесь неплохо кормят. Все зависит от аппетита. А он приходит во время еды. А в хоккей, кисляк, аппетит приходит во время игры. Нагуливают его, как правило, на раскатке. – Сергей Петрович, а правда, что Жилин – снова наш спортивный директор? – Егор, скажи, эта информация каким-то образом поможет тебе сегодня выиграть? – Да нет. – Ну, вот и я о том же. Давай, выводи команду, капитан. Время, время. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Олег Константинович, программа «Слухи исключены». Скажите, вы здесь потому, что сегодня открытие сезона, или вы просто стараетесь не пропускать ни одного матча «Медведя»? – Хороший вопрос. Я, как большой поклонник хоккея, с удовольствием ходил бы на каждый матч. Но как мэр попадаю только на открытие сезона. – Городскую песню. Коллега Константинович, у наших «Медведей» благодаря спонсору Олегу Ивановичу Калинину появился новый дворец. А что город готов сделать для клуба и развития спорта? – Мы оказывали посильную помощь. В частности, были выделены значительные средства на развитие инфраструктуры этого дворца. Как видите, получился современный, отлажно работающий комплекс. Мы рады приветствовать вас в новом дворце Калинина Клуба «Медведя»! Поль, ну что, ты готова? Одну минуту. А можно я задам тебе один вопрос? Да, конечно. Скажи, пожалуйста, а почему вы с Антоном не расписались? Ну, честно говоря, я с животом не хотела. А почему? Ну, будут потом в ЗАГСе шушукаться, по залету, по залету. Ясно. А Антон что по этому поводу думает? Антон вообще-то меня поддержал. Вы не переживайте, я как только рожу, мы сразу поженимся. Да я не переживаю. Я знаю, он тебя очень любит. И я его люблю. Ну что, поехали? Поехали. А с кем они сегодня играют? С олимпийцем. Ой! Что такое? Ой, мамочки! Тихо, тихо, тихо. Садись. Тихо, тихо, тихо. Юль Борисович, мне кажется, началось. Это что это такое? Это вы-то к олимпийцей испугались? Я не понял, что это у меня тут за портретная группа из ЗАГС Лавы НХЛ? Че стоим? Сергей Троевич, да вы посмотрите. Нормально. Анатолий Леонидович, Анатолий Леонидович, можно вас на минуточку сюда? Анатолий Леонидович, Че, он у тебя не луж был? Посмотрите вот на эту. Я не понял, а это что такое? Очень хороший вопрос. А главное, своевременный. За полчаса до игры. Черт. Черт. А, походу, приплыли. Черт. Черт. Эй, есть кто живой, а? Не понял. Это че такое, а? О, черт. Черт, черт. Алло, мне срочно нужен телефон отдела по эксплуатации. Где вы? Сектор А, 15-й ряд. Зайцев. А, алло, это отдел эксплуатации или приемная президента, а? Мне срочно нужен инженер-холодильщик. Че ты заболел? А кто вместо него? О, послушайте, мадам, я ведь могу и нецензурно сказать, да? У нас проблемы с холодильной установкой. Под угрозой срыва хоккейный матч. Вы слышите меня? Во сколько он будет? Вы что, с ума сошли? Вы издеваетесь? Я же вам русским языком говорю. У нас лед уже поплыл. Да. Будьте так любезны, да. Поторопите, пожалуйста. Бардак. Я прошу прощения. Я слышал, у вас какая-то проблема? Вам-то что? Хочу напомнить на всякий случай. Николай Бакин. Председатель правкома и по совместительству слесаря от Бога. Так есть проблема или нет? Где? Вот, 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 вот. Смотрите. Смотрите как. Ни хрена себе. Смотри, я тоже. Так вы можете что-нибудь сделать? А то эти пока приедут. Ясно. Что ясно? Гайку сорвало. Да? И что делать? Инструменты надо. Какие инструменты? Ну, я не знаю. Там скрипка, саксофон. Послушайте, мне сейчас не до шуток. Мне тоже. Так что ищи инструменты. Пока окончательно не сорвало. Я знаю. Я сейчас. Я сейчас. Держитесь. Ну, как они? Все по графику. Роды начались. Схватки пока слабые. Будем ждать. Ясно. А доктор, простите, а можно мне к ней? Юлия Борисовна, ну, вы бы себя поберегли. Ну, спасибо. Я в норме. Просто она первый раз переживает очень. Простите, а вы кто ей? Мама мужа. А, тогда пожалуйста. Спасибо огромное. Кто это делал? Руки бы оторвать и собакам выбросить. Все равно стоишь. Трубу приподними. Где? В Караганде. Чтобы стык сошелся. Да! Да у нас горячее! И что? Что? Подложи что-нибудь. Что подложить? Я не знаю. Пиджак сними. Вы что, с ума сошли? Знаете, сколько он стоит? Слушай, у тебя матч на грани срыва, а ты над какой-то тряпкой трясешься. Послушайте, во-первых, это не тряпка. Во-вторых, откуда я знаю, что вы все правильно делаете? У вас вообще есть вот это удостоверение слесаря? Может, сейчас как-то все рванет из-за вас? Рванет, говорит? Да, рванет! Подождите, вы куда? А куда вы? За удостоверение! Нет, 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 извините, у меня случайно вырвалось, я не хотел вас обидеться. Вырвалось у него? Скажи спасибо, что у меня сын в медведях играет. Держи! Вы уверены? Уверен, давай по трубу. Держишь? Сейчас! Вот! Ну, все. Отлично, поехали, родимая. А, полезно! Зашло! Ну, все. То, что доктор прописал. Теперь осталось гайку затянуть и порядок. Слышь, уважаемый, я к вам обращаюсь. Что еще? Гайка нужна на 14. А где я ее возьму? Понятно. Держи. Вот. Держишь? Держу! Есть! Ни черта у вас нет! Сейчас приду. Только быстрее! Ну, вот. Батарея села. Оля, можно твой телефон? Я свою сумму тебя оставила в приемной. Юль Борисовна, мне страшно. Так, спокойно. Не накручивай себя, все будет хорошо. Главное, дыши ровно и глубоко. Я. Улица. Значит так. Начинает второе звено. Сразу включаем скорости. Своей зоне не возите. Выход из зоны максимум две передачи. Все услышали? Да. Да, ребята, побольше бросайте. Нотарий у них неплохой. Но когда ему начинают грузить, он плывет. Ну, вроде у меня все. С Богом. Ну, че, мужики? Первая игра в сезоне. Антон, ты с нами? Да, парни, простите. Вперед, медведи! Вперед, в победе! Медведи! Чемпион! А черт! О! Ха-ха-ха! Вот они, родимые! Я прошу прощения, у вас полонника не будет? Потянуть надо. Сейчас посмотрим. Большое человеческое спасибо! Черт, дерон ходит-то! Угу. Неров. Ваш пропуск. Так я только что выходил. Я не видел. А у меня билет есть. Сейчас. Секундечка. Черт! Он у меня в пиджаке. А пиджак где? Во дворце. Ага. Ну, ну. А между прочим, я Бакин. А я Волков. И что? А между прочим, у меня сын. Вратарь Медведей. Поздравляю! Либо показываем пропуск, либо я вызываю полицию. Не надо, полиция. Не надо. Я не знаю, что за фигня. Я до матери могу дозвониться. У нее выключено. А Ольтропок вообще не берет. Ну, честно говоря, у меня то же самое. Причем, она сама им несколько раз звонила. Так у меня тоже там семь-восемь пропущено. Так, спокойно. Сто процентов они вместе. Значит, все будет нормально. Давай, иди. Готовься. Вот так-то, Волков. Слабо тебе против медвей. Бакин, ты где? Че орешь-то? Ты где ходишь? Я уже рук не чувствую. Спокойно, терпи. Какой терпитый гайку нашел? А то, если Бакину что-то надо. Ну, так крути быстрее! А ты не ори. Ты мне не начальник. Извините, прикрутите гайку, пожалуйста. Вот так-то лучше. Все, отпускай. А, нет. Держать будет. А то. Бакин делал. А, черт. Я же как свинья. Да, не б твои проблемы. Мой вообще. О! Блин. Что это? Это билет был когда-то. Надеюсь, фирма компенсирует. У меня только в вип-ложу. А я после всего на другое не рассчитывал. Кстати, у тебя переодеться есть во что? Пойдем. Пошли. Пойдем. Пойдем. Пошли. Пойдем. Пойдем. Представляем от мигов сегодняшнего матча. Главный супермача Сергей Сафронов. Обвинение сути Андрей Кафронов. Игорь! Как лед? Да вроде нормально, Сергей Трофимович. Ну, слава Богу. Продолжай. А мы же, говорит, сегодня не играли. Вместо него Иванов. У меня сын в медведях. Так что я в курсе. Excuse me. Очень плохо говорить русское. Понятно. USA, да? Обама. Sweden. Sweden? А я Николай Семенович Бакин. А мой сын, вон, Ксения, вратарь, за медведей играет. Медведя. Мужчина, не отвлекайте нашего гостя. Понял. Что-то я колени не вижу. Вот и я не вижу. Все-таки первый матч в новом дворце. Звонить не пробовал? Абонент не абонент. О, Олег Константинович, здрасте. Здрасте. Николай Семенович, кто же за наших поболезет? Ну, а за кого же еще? Ага. Пора бы уже начать. А не знаете, из-за чего задержка? Да, тут вообще игру смогли отменить. В смысле? А вы что, не в курсе? Нет. Да тут из какого вообще бассейн хотели сделать. Ну? Ну, если б не вот эти золотые руки. Хана. Догнали! Извините. Простите, простите. Привет. Привет. А ты что, специально на игру приехала? Ну, еще ракете не помидайте. Ну что, еще раз с Богом? Ну, косолапые, давайте. Ах, молодец, Семенка! Станя, ты вон сейк! Плотнее, плотнее! Ближе к нему! Смена! Молодцы, косолады! Парни, один-ноль — это не победа, а больше движения, пока они двигаются лучше. Юля Борисовна, у меня в ушах звонит. Так, спокойно. Я сейчас позову врача. Кто-нибудь, подойдите! Моя хорошая, главное, не думай об этом. О чем мне думать? О чем угодно. Хочешь, разспрашивай меня о чем-нибудь. О чем? О чем хочешь? Антон быстро родился. Антон, за пять минут я ночью почувствовала, вызвали скорую, меня привезли и буквально сразу. Повезло! Кому повезло? И вам, и Антону. Ну, вот видишь, швутишь, значит, все будет хорошо. Сергей Петрович, там новости какие-то из Атоли есть? Тише, давайте в роддом позвоним. Не надо никуда звонить. Знакомый врач из роддома набрал, а не там. Сергей Петрович, надо ехать. Ты с ума сошел? Мужики, вы что там, Оля, рожает? Так, стоять! Рот там без себя примут. Ты пару шайб лучше здесь найдешь. Абсолютно согласен, Антон, не переживай. Более с ней там мама. Все, давай переключи мозг. Пошли. 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 Знаешь, Кейслин, что-то я шведа этого не вижу. А, вон, в Евхожи сидит. Рядом с отцом Баки. Кстати, а что он там делает? Домой, домой, домой! Куда? Ей-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Шайку за носу Сергей Четин. Снова сделать! Молодец! Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Юлия Борисовна, что с вами? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ну, что здесь у вас? Доктора! Кажется, у меня тоже началось. Не давайте, красота! Дождать не давайте! Смена! Давай, 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 давай! Да щукину отдай! Открыть же! Сеня, держись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, классиками! Изобин сам получил! Спередачи на номер 65. Шайбу запросил Артём Петрович. Номер 25. Да! Здрасьте, Анатолий Леонидович. Вызывали? А вы кто? Тут мне сказали, что у вас проблемы с холодильным оборудованием. Ну, и где ты сапоги, скороходы покупал? Не понял. Че ты не понял? Вот когда уволят, поймешь! Че? Что, от чего? На, вот, дарю! Так, пошел вон отсюда. Че вызывали-то? Ты... Юля Борисовна, вы как? Нормально. Роды какие? Вторые. Первым? Сколько? Восемнадцать. Будем считать, что первые. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОТИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, 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 ну! Да! Ес! Молодец, живой! Давайте, парни, давайте! Глаза открой! Глаза открой! Молодец! Все, давайте! Ну, там, файк! Так, ребят, летите сюда! Вот нет сигарностей! Так, парни! Овертайк! Давайте! Убираем пошире! Не забывайте про первый пас! Все услышали? Да! Первая четвёрка! Давайте на лёд! АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали! Да подожди ты, Люда! Скажи мне, ты сейчас дома? Да, хорошо. Значит, приготовь мой новый костюм, я скоро буду. Что значит, зачем, Люда? Ну, раз говорю, значит, надо. Он не гармонирует с моим креслом в кабинете. Все, давай, скоро буду. Не понял. На правом переднем колесе нет одной гайки, взял в долг все вопросы к директору Медведя Жилину. Тьфу ты! Поздравляю, парни. Одну очку мы взяли. Давайте постараемся взять второе. Ребят, сами прекрасно знаете, это лотерея. Забьете, скажу спасибо. Так, пробивать будут Костров, Несляк и Царев. Давайте, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! Молодец, денечка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ФИЛЬМАЯ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ Ксень, не Сергея это едет? Мы с ним в последнем сезоне зафагал, он не из тебя играл. Ну что? Будет мы справа и вверх, мы как я, давай. О, спасибо. Штрафной бросок выполняет Сергей Сергеев, номер тридцать пять. ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ Серёж, это я. У меня батарея села, я попросила телефона врача. Ну, в общем, мы родили. Вместе, что ли? Да ладно. Всё, сейчас будем. Сейчас будем. Антон, переодевайся быстро. Сейчас будем. Чего родила? Поздравляю. У тебя родилась дочь. Но я больше скажу, у тебя родился ещё один младший брат. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Так, я не понял, что здесь происходит. Я, кажется, задал вопрос. Простите, а вы, собственно, кто будете? А мы, собственно, будем. Пахомов, Фильер Иванович. Новый владелец хоккейного клуба «Венведя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова